Угрозы можно долго перечислять. Самая главная угроза заключается в том, что вне региональные игроки пытаются диктовать свои условия здесь, внедрять сюда свои схемы, схемы, нацеленные не на урегулирование проблем региона в интересах всех расположенных здесь стран, а нацеленные на то, чтобы продвигать сюда натоцентричные форматы, развивать здесь такие блоковые процессы, вбивать клинья, как у нас принято говорить, между соседними странами и опять-таки использовать свои возможности как рычаг давления, посмотреть, что произошло в связи с тем, что в Грузии были приняты законы, требующие транспарентности в отношении иностранного финансирования неправительственных организаций, законы, которые касаются недопущения пропаганды ЛГБТ, и тут же Евросоюз заявил, что Грузия уже не рассматривается как приоритетный партнер для обсуждения вопросов членства в Евросоюзе, потому что Грузия нарушила европейские ценности, но если европейские ценности в том, чтобы финансировать подрывную деятельность и продвигать ЛГБТ-повестку дня, то говорить само за себя, так сказать, явка с повинной, признание в том, что же из себя представляют эти европейские ценности. Но помимо этого, безусловно, остаются проблемы в отношениях между Арменией и Азербайджаном, сегодня мы тоже об этом много говорили, и мы, и турки, и иранцы предложили нашим коллегам Еревану и Баку использовать площадку 3 плюс 3 для того, чтобы завершить работу над мирным договором. Мы напомнили о тех заготовках, о тех заделах, которые были созданы в рамках трехсторонней работы России, Армении и Азербайджана, как на уровне президентов, так и на уровне министров иностранных дел, заместителей и председателей правительства, и по разблокированию коммуникаций, и по подготовке к делимитации границы, и по целому ряду других тем. Есть вопросы и связанные с армяно-турецкой нормализацией. Россия активно способствовала тому, чтобы этот процесс начался. К нам подсоединились наши иранские соседи. Сейчас, пока встреч не планируется, армянские коллеги взяли паузу. Они считают, что сначала нужно им напрямую с турками пообщаться и понять, что необходимо сделать. Мне кажется, что это в любом случае связано с армяно-азербайджанской нормализацией, и поэтому мы предложили в комплексе эти вопросы рассматривать и стимулировать вовлеченные страны к тому, чтобы они поскорее договаривались. А мы, в свою очередь, в данном случае Россия и Иран, готовы оказывать содействие, если на то будет интерес у непосредственных участников. И, безусловно, как я уже сказал, одной из очень серьезных проблем, возвращаясь к Грузии, является известной попытки Запада, открыть против России второй фронт, имея в виду опять разжечь костер и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии, и сделать горячими отношения между Грузией и этими двумя суверенными государствами. Так что большинство рисков, которые мы здесь наблюдаем, связаны с попытками Запада, нацеленными на то, чтобы здесь максимально свое влияние утвердить. И, прежде всего, для того, чтобы подорвать возможности Российской Федерации, подорвать возможности для равноправного, взаимовыгодного сотрудничества стран Южного Кавказа с нашим государством.